Коммунальное предприятие фирмы «Радуга» больше знакомо горожанам как дом «Быта Радуга». На шести этажах здания располагаются десятки офисов, в том числе и несколько городских социальных служб. Зимой обогрев 3000 метров площади обходится в круглую сумму, поэтому было принято решение оборудовать здесь индивидуальный тепловой пункт. На оборудование теплового пункта в доме «Быта Радуга» было выделено 145 тысяч гривен из городского бюджета. Работы шли в течение порядка двух месяцев. На улице стоит датчик и в зависимости от температуры окружающей среды сюда регулируется теплоноситель. Очень актуальна помощь руководства, благодаря которой модернизированный тепловой пункт. И у нас такая экономия средств будет, и людям при этом созданы условия для работы. Также в «Радуге» был произведен еще целый ряд работ. Помимо модернизации теплового пункта, делали здесь работы по капитальному ремонту кровли, по работе, связанной с отмостками, работе, связанной частично с фасадом, замена и капитальный ремонт лифта, который обслуживают многие подразделения, которые здесь находятся, поскольку здесь есть социально значимые службы для города, которые изо дня в день с этим сталкиваются. Кроме «Дома быта «Радуга» активными темпами идет ремонт «Дома быта школьный». Там работа кипит, мы планируем в этом году закончить первый этап работы, в будущем году продолжить те вопросы, связанные с энергоснабжением, это остекление, это утепление фасадов, замена кровли. Работа по внедрению энергосберегающих технологий планомерно ведется на всех объектах, находящихся в коммунальной собственности – садиках, школах, жилом фонде. За эти годы мы в садиках практически во многих обновили как наружные стены, как стеклопакеты, как кровли, значит, вводятся системы улучшения теплоснабжения и подачи тепла, мы это видим, соответственно, перехожу уже и к школам, где были там разные примеры, которые приводили, но мы системную эту работу делаем, и мы меняем тепловые пункты для того, чтобы регуляция подачи тепла была наиболее эффективна. Повышение энергоэффективности помещений, находящихся в городской собственности, будет проводиться и в будущем. Таким образом, бюджетные средства будут использоваться более рационально и эффективно.